Сейчас о другом президенте поговорим. Жители Венесуэлы отпраздновали 62 года со дня рождения президента, бывшего президента, ныне покойного Уга Чавеса. Поклонники команданта собрались в его гробнице в музей революции в Каракасе. Некоторые даже принесли торт в честь Чавеса. В столице Венесуэла проходят мессы, проходят концерты, посвященные памяти команданта. Люди вышли на улицы города, чтобы даже потанцевать. Поклонники Чавеса относятся к своему бывшему лидеру как к живому. Сегодня нашему команданту исполнилось 62 года, потому что он будет жить вечно. Потому что великие люди умирают только тогда, когда о них забывают. Мы никогда не забудем тебя, мой командир. Именно поэтому сегодня, в этот совершенно особый день для нас, революционеров, мы говорим «С днём рождения, мой команданта». Команданта 62 года для каждого из нас. Даже несмотря на то, что физически его уже нет с нами. Он живёт в каждом из нас. Чавес жив, потому что его наследство – это то, кем мы должны быть. И мы есть свободные люди. Генеральный директор Роснефти Игорь Сечин передал президенту Венесуэла Николасу Мадуро послание от Владимира Путина с воспоминанием о встрече с Угу-Чавесом. Сечин вручил нынешнему лидеру Венесуэлу подарочный меч. Но, как заметил сам Мадуро, главный подарок – это подписанное с российской стороны соглашение об инвестициях на 20 миллиардов долларов. Речь идёт о совместной добыче нефти.